Экономика и ничего больше. Сегодня посмотрим, как чувствует себя промышленность. Для нас с вами это важно. Наибольший вес в городской экономике у производителей пластмасс, переработчиков нефтепродуктов и других направлений обработки. Их доля в промышленном комплексе города более 57% от общего объема. Вторая по значимости – доля производства и перераспределения электроэнергии, газа и воды. Число людей, занятых в промышленном секторе, уменьшается в связи с сокращением самого сектора. Масштабы таковы. В 1991 году в промышленном комплексе города работало порядка 70 тысяч человек, а в 2017, по информации мэрии, в три с лишним раза меньше – порядка 20. Тем не менее, в ближайшие годы предполагается прирост рабочих мест. Наибольший вероятен у судостроительных, оборонных предприятий не только Хабаровска, но и края в целом, у газовиков и у резидентов территории опережающего развития. Компания «Технониколь» в этом году подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока о строительстве двух новых заводов на территории Тор-Хабаровск за 600 миллионов рублей. Их ввод в эксплуатацию планируется по средним компаниям в этом году и в 2019. Далин Аргамаш провел успешные переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами из Казахстана. Продолжается электрификация территории опережающего развития «Николаевск». Ею занимается филиал «Хабаровские электрические сети АОДРСК». Электроснабжение площадок обеспечит две новые подстанции и две новые воздушные линии. Общая стоимость, предусмотрена проектом энергооборудования, по информации хабаровских электрических сетей, превышает 370 миллионов рублей. Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу 2019 года. Напомню, «Николаевск» была создана в апреле 2017 года. Ее основная специализация – судоремонт, рыбодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых. На сей момент, согласно данным сайта правительства края, там работает пять резидентов. Следим за новостями экономики.